Непростой сегодня день. Непростой он был вчера. Вы понимаете прекрасно, что в России объявлен траур после катастрофы Ту-154 над Черным морем. Продолжается работа комиссии, продолжается работа поисковой операции. И мы попросили нашего коллегу Андрея Меньшинина, авиаэксперта, прокомментировать тот набор версий, который есть в настоящий момент. Собственно, Андрей, добрый день. Только девять утра. О, вот теперь слышно. Мы услышали, что девять утра. Девять утра. Доброе утро, да. Ну что говорить? Конечно, ужасная трагедия. Жалко всех, жалко и самолет. И говорить о том, что случилось сейчас, сложно, поскольку нет никаких данных, нет ни бортовых самописцев, которые сейчас лежат где-то на дне Черного моря, до сих пор не найдены. И неизвестно, когда будут найдены водолазы, работают. И, собственно, тяжело, понятно, что найти их в этой воде. И очевидно, что у них нет, как нам стало известно, нет специальных акустических буев, которые могли бы помочь водолазам их найти под водой. Нет у них по причине того, что это был борт Министерства обороны и секретный режим. Не могу здесь сказать, что именно из-за этого, потому что это аварийное оборудование, и оно предполагается, что должно быть использовано во время нештатной ситуации. Во время нештатной ситуации понятно, что нет такого, наверное, жесткого различия между гражданскими и военными бортами, поскольку задача у всех одна, как можно быстрее обнаружить все возможные обломки, самописцы, жертв и так далее, чтобы выяснить, что, собственно, произошло. Вот, поэтому все, что мы, собственно, смогли собрать во вчерашний текст на фонтанке, поговорив с экспертами, с источниками и так далее, это больше такие выводы, сделанные на тех данных, которые у нас есть. Но, повторюсь, что они могут измениться после того, как комиссия опубликует какую-то новую информацию. Вот, и сейчас, да, собственно, несколько версий есть произошедшего. Конечно, в любом случае, несмотря на то, что катастрофа только что произошла и расследование только-только началось, все равно невозможно не говорить об этом, не обсуждать это, потому что каждая катастрофа, она резонансная. Хочется, конечно, поскорее что-то уже как-то понять для себя. Вот, поэтому есть несколько версий, из-за чего это могло произойти, или, точнее, это не столько версии, а это набор факторов, которые могли повлиять. Как известно, любое авиационное происшествие – это набор факторов, которые совпали в одном пространстве в один момент времени. Андрей, вот у меня вопрос. Скажи, это стандартный набор, который рассматривается обычно, или в данном случае это вот частная, конкретная история? Ну, здесь есть как стандартные, скажем так, факторы. То есть мы, например, взяли метеоусловия, техническая неисправность. Это те вещи, которые входят в список, ну, не знаю, можно ли так его назвать обязательный. Стандартный список, когда предполагают, что могло произойти, рассматривают все версии, и потом, как правило, эти версии одну за одной отбрасывают, если они не подтверждаются. Также, учитывая специфику, как уже, собственно, сказал Федор, это был военный борт, поэтому, и тем более он летел в Сирию, да, здесь, я думаю, многим понятно, насколько важен был этот самолет для Министерства обороны, то также был включен в список вот этих факторов теракт. И, кроме того, что... И, кроме этого, также был включен такой очень специфический фактор перегруза, или, точнее, неправильной загрузки самолета. А ты можешь пояснить это для нас? Да, в общем, Оля, смотри, там история такая. Ту-154 — это очень такой интересный в плане аэродинамики самолет. У него, как мы видим на картинке, у него вся... Ну, большая масса, она находится в хвостовой части, то есть там три двигателя, да, они как бы имеют наибольший вес, если мы рассматриваем пустой самолет. То есть, грубо говоря, если мы уберем оттуда все топливо и всех пассажиров, то вот у него самый большой вес, он будет в хвостовой части. Теперь нужно понять, что когда самолет находится в воздухе, то он опирается... То есть он держится в воздухе за счет подъемной силы, которая возникает за счет разницы давлений над крылом и под крылом. То есть, грубо говоря, крылья — это то, на чем он держится. Это его точка опоры. И эти крылья, они, как мы видим, находятся не в середине фюзеляжа, а опять же смещены ближе к хвостовой части. То есть, находясь в воздухе, самолет представляет собой, если мы на него смотрим сбоку, такие своеобразные качели, где середина будет — это непосредственно ось крыльев, а, соответственно, хвостовая и носовая часть — это его противоположные концы, если можно так сказать. То есть они как бы балансируют, какая из этих частей выше, какая из этих частей ниже. Чтобы этот баланс правильно соблюдался, нужно загрузить самолет правильно топливом, нужно правильно разместить груз в грузовом отсеке, нужно правильно разместить пассажиров, чтобы уже во время полета пилоты смогли управлять самолетом с помощью рулей высоты, с помощью изменения скорости, чтобы он оставался управляемым. Насколько мы понимаем, экипаж это знал? Да, разумеется. То есть даже в этой же публикации у нас есть уже подобные крушения, которые произошли именно по этой причине, насколько я понимаю. Да, в 1993 году в Табилиси на взлете самолет не смог оторваться от полосы, потому что неправильно его загрузили. И суть в том, что если вот эту центровку нарушить, то, соответственно, самолет либо начнет пикировать неконтролируемо, либо он, наоборот, начнет задирать нос до того момента, как крылья выйдут на закритические углы атаки, то есть это когда они будут расположены к набегающему потоку воздуха таким образом, что не будут, скажем так, производить подъемную силу, то есть они не будут держать самолет в воздухе, и тогда самолет просто свалится. Вот. И вот эта ошибка центровки, она может быть по разным причинам. Ну, самое как-то первое и очевидное, что приходит в голову, это что могли ошибиться при загрузке. Но, как мы уже выяснили, это, опять же, маловероятно, поскольку кроме наземного персонала, загрузкой и расположением груза центровочная ведомость подписывает второй пилот и бортинженер. То есть это те люди, которые непосредственно летят в этом самолете, они, разумеется, заинтересованы в том, чтобы все было в порядке, потому что они сами на нем находятся. Но, кроме того, как я уже сказал ранее, могло быть, точнее, скорее всего, это несколько факторов, совпавших в одно время. И мы рассматривали, ну, мы, поговорив, опять же, с экспертами, решили, что вот нужно включить в этот список возможных причин и метеоусловия тоже. С одной стороны, как мы узнали, метеоусловия были простые в аэропорту Адлера во время вылета этого самолета, там был ветер 4 метра в секунду, видимость без ограничений, и нижняя игра облачности был тысяча метров. То есть до тысячи метров облаков вообще не было, а вот после тысячи метров первые облака начинались. Но в то же время, вот по данным из открытых источников, было, скажем так, исследовано, что была опубликована авиационная телеграмма о неблагоприятных метеоусловиях. Это такая специальная авиационная телеграмма, которая говорит, что вот на этой территории могут наблюдаться такие-то условия, там, на таких-то высотах и так далее. Вот что конкретно говорилось про этот район, она располагалась, ее, скажем так, действие было на всю ростовскую воздушную зону, то есть включая Сочи. И речь шла как раз о сильном обледенении от поверхности до высоты 3 километра на всей территории ростовской зоны. То есть выходит, что теоретически самолет, взлетев, мог начать накапливать лед на поверхности крыльев. И разумеется, что в этом случае, во-первых, теряются аэродинамические свойства крыла самого, поскольку оно перестает быть таким обтекаемым и, собственно, производить вот эту подъемную силу. И, во-вторых, опять же, также точно может меняться центровка, потому что самолет, понятно, он уже становится больше похож на летающую глыбу льда, чем на тот самолет, который, на ту модель, которую обдували в аэродинамической аэротрубе, когда его создавали. Еще мне бы хотелось спросить у тебя про Ту-154 как факт. То есть, насколько я понимаю, что в гражданской авиации у нас он не используется. Он же снят с производства. Он снят с производства, он еще используется в отдельных авиакомпаниях, но они летают в чартерные рейсы, например, водят вахтовиков куда-то на север и используют они этот самолет из-за его уникальных качеств, поскольку он может запускаться после уличного хранения, после уличной стоянки, он может запускаться там в минус 50. Ну, после соответствующей подготовки, конечно, что никакие другие иномарки делать не могут. Их нужно там загонять в ангар теплый и оставлять на ночь. Только вот советские вот эти самолеты, они могут еще пока так делать. Что можно сказать в принципе об этом самолете? Разумеется, это надежный самолет. Сотни их летали во время Советского Союза, да и достаточно много продолжают летать сейчас. Главы некоторых государств Восточной Европы до сих пор используют их в качестве своего транспорта, в качестве борта номер один. Да и в Минобороны их тоже много. Правда, это вот этот самолет, это был Ту-154Б2, это не самая последняя модификация этого самолета. После нее еще было Ту-154М, где были исправлены некоторые технические недостатки, то есть это более совершенная модель. Но, тем не менее, Ту-154Б2 их сейчас довольно много продолжает летать. То есть он вполне нормальный? Да, обычный самолет, конечно. Здесь, если ты намекаешь на возраст или на то, что старая модель, то это... У него был капремонт в 2014 году. Да, как и у многих старых самолетов. Ну, да, вот здесь вопрос как раз, если говорить о том, что это старый самолет, то не в том плане, что он возрастной, не в том плане, что он плохой, потому что он был давно выпущен. А нужно рассматривать, как он обслуживался, как он ремонтировался, какие запчасти были и так далее. Поскольку мы знаем тот же случай Туполева с Ту-154 в 2011 году в Чкаловском, который косвенно связан с вчерашней катастрофой, поскольку часть экипажа была как раз с того самого борта в Чкаловском. Да, да. Да, когда, собственно, после длительной стоянки техники неправильно переключили, неправильно подключили автопилот системы АБСУ, перепутав фазы, и, собственно, самолет в воздухе, скажем так, сошел с ума, он начал, он думал, что он летит неправильно, пытался исправить крен-тангаж, а на самом деле только больше расшатывал сам себя. И, к счастью, экипажу удалось с этим справиться, каким-то чудом посадить его в Чкаловском. Возвращаясь ко вчерашней трагедии, нужно сказать, опять же, набор факторов, и если выстраивать какую-то логическую цепочку, что это могло быть? Просто мы не прекращали, скажем так, обсуждение вчерашней катастрофы, и уже после того, как вышел материал на фонтанке, и вот есть еще дополнительные факторы. Сейчас, поговорив с военными летчиками, которые летают тоже на Ту-154, замен обороны, вот выстраивается такая последовательность фактов. Опять же, я не говорю, что это именно так и было, нужно дождаться расследования комиссии, но выходит, что возможно, было так. Самолет, как мы знаем, летел из Чкаловского с короткой остановкой в Сочи для дозаправки. Улетая в Сирию, самолет мог использовать так называемое танкирование, когда борт заправляется большим топливом, чем ему необходимо на полет, для того, чтобы не дозаправляться в аэропорту назначения, то есть, чтобы на этом же топливе улететь и назад, что вполне может быть логично, учитывая, куда он летит, там, Сирия, все-таки, там, военные действия, мало ли что, мало ли как. Поэтому после Чкаловского, после Москвы он приземлился в Адлере для того, чтобы дозаправиться уже, что называется, под пробку. Находясь на высоте вот во время вот этого перелета из Москвы в Сочи, там на эшелоне понятна температура воздуха, она ниже, да, как мы знаем, кто летал слышали вот эти объявления, что за бортом минус 50 и так далее. Топливо в крыльях, оно, разумеется, тоже подвержено вот этой температуре, оно охлаждается. Поэтому при посадке, при заходе, при посадке на крыле может возникать конденсат. Да, если кто не знал, то все топливо в самолете, оно содержится в крыльях, там находятся баки. Вот, поэтому получается, что если у нас внутри крыла холодное топливо, то при заходе выступает конденсат, и таким образом после посадки мы получаем возможно тонкий слой льда, который вообще невозможно определить визуально, его можно определить только потрогав рукой. Это так называемый топливный лед, есть такой термин. После, собственно, короткой остановки, а как мы знаем в Сочи остановка была короткая, с борта никто не выходил из пассажиров, вышел только штурман, быстро дозаправили самолет, и он тут же взлетел. То есть, теоретически, этот тонкий слой льда, он мог оставаться на поверхности крыла, и, соответственно, после взлета, попав вот в эту облачность, которая на высоте тысячи метров, и где, согласно авиационной телеграмме, могло наблюдаться сильное обледенение, на этот тонкий слой льда стал как бы накапливаться, нарастать новый лед. Это происходит намного быстрее. То есть, я имею в виду, новый лед появляется на уже каком-то существующем льде намного быстрее, чем на чистом крыле. Примерно совпадает и время, поскольку было озвучено, что, скорее всего, самолет летел всего две минуты, собственно, высота этого нижнего края тысяча метров, нижнего края облаков, и так, примерно, опять же, посчитав, что если самолет взлетал с вертикальной скоростью там 10-15 метров в секунду, то ему нужно было порядка минуты, чтобы вот добраться до облаков, чтобы набрать эту первую тысячу метров. То есть, потом минута полета в облаках в условиях обледенения и, собственно, потом уже снижение и столкновение с водой. Из-за чего мог самолет перейти в снижение? Во-первых, из-за появления вот этого льда, собственно, потери динамических свойств. И, также, во-вторых, опять же, как говорят летчики, в отдельных случаях иногда на этом типе ВС могут наблюдаться технические неполадки в виде неравномерной уборки закрылков. Это означает, что вот эти самые закрылки, которые создают дополнительную подъемную силу, увеличивают площадь крыла во время взлета и посадки, после взлета, когда они начинают убираться, то они должны убираться синхронно. То есть, на левой части крыла и на правой части крыла. И, теоретически, может произойти на этом типе воздушного судна такое, что на левом крыле они убираются чуть быстрее, чем на правом, например. И тогда понятно, что из-за разницы конфигурации этих частей крыла возникает крен, который экипаж должен как бы парировать сразу же. В случае обледенения могло произойти разное. Могли там на одном крыле убраться закрылки, на другом нет, или что-то вообще с закрылками произойти непонятное, из-за чего собственно мог возникнуть вот этот самый неуправляемый крен, нарушилась центровка, обледенение, и в итоге самолет начал это неконтролируемое снижение. Вот пока выстраивается вот такая цепочка. Андрей, скажи, пожалуйста, все спекуляции по поводу террористического акта, понятно, что мы находимся в состоянии, когда мы дуем на воду, насколько они обоснованы сейчас? Ну, честно скажу, что по теракту мне рассуждать довольно сложно, поскольку это больше имеет отношение к авиационной безопасности, чем непосредственно к авиации. Но вот опять же из того, что я услышал от наших собеседников из Минобороны, с которыми мы вчера общались, конкретно в аэропорту Адлера там установлен такой режим безопасности, был еще к Олимпийским играм, которые даже выше, чем на некоторых военных аэродромах России, потому что готовили к Олимпийским играм, и там соответственно весь периметр организовали соответствующим образом. Поэтому что-либо пронести, ну, конечно, нельзя этого исключать, да, понятно, что мы знаем и тот же случай с Египтом, когда согласно официальной версии какой-то человек пронес там бомбу на борт и в итоге самолет взорвался после взлета. Можно сказать одно, что наверное если это будет теракт, то я не думаю, что об этом скажут открыто и вот явно вот так. Скорее всего в этом случае расследование засекретят, потому что это такой очень большой удар по имиджу как Минобороны, так и России в целом, что у нас можно взорвать военный самолет. Если мы увидим, что соответственно это расследование засекретили, то это может косвенно на это указывать. Но опять же повторюсь, здесь нужно дождаться результатов расследования комиссии сейчас сделать такие выводы рано. Андрей, а мы можем о каких-то сроках говорить? То есть технически как сейчас пойдет расследование по твоему опыту? сейчас основным фактором, который задерживает собственно весь процесс, это являются бортовые самописцы. Как только их найдут, я думаю, намного больше станет известно. И если расследование не засекретят и записи опубликуют, то и все остальные узнают очень много о том, что произошло вчера на борту этого Ту-154. до того момента, пока эти черные ящики не найдены, сейчас даже комиссии будет очень сложно что-либо узнать непосредственно о вчерашних событиях. Спасибо. Спасибо большое Андрению Меншинину, нашему авиаэксперту, спасибо, что ты нашел время в другой стране и несколько минут нам помог разобраться с тем, что написано в тексте и что произошло. И будем следить за этой ситуацией, сроки нам непонятны, ничего нам непонятно, но тем не менее мы скорбим и это очень страшная история. Спасибо. Андрей? Счастливо. Всего доброго. Счастливо.